Ум переживает абсолютный смысл, сердце переживает абсолютную любовь, а жизнь переживает абсолютное влечение. Не зря было, не зря будет, не зря есть. Тогда любовь становится твоим топливом, твоим мотором, твоим сердцем. Я очень люблю любовь. Прекрасно. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Тайны Жизни 2, и с вами я, Анастасия Овсянко. И сегодня у нас в гостях Ян Спартак. У тебя не так давно случилось большое чудо. О, да. У тебя родилась дочь. А, есть такая. Нет, это главное. Да, это главное. Одно из главных. Расскажи, как ты себя сейчас чувствуешь? Как отец? Очень классно. Ну, это настоящим чудо. То есть, учитывая то, что это все-таки живая богиня, которая родилась, не в том смысле, живая богиня, а в настоящем смысле этого слова, смотришь день за днем, как она развивается, как она существует, как из самых первых импульсов производятся вот те движения, которыми она будет расти, которыми она будет существовать. Это удивительно интересно. Я у нее многому учусь. Ну, и, конечно, знаешь, такая прямая любовь, то есть прямое вот вважение, но в еще одно измерение высшей любви. Конечно, это прекрасно, мне это очень нравится. Сейчас как раз сегодня, вот, наш день, наша съемка и два месяца. Два месяца. Поздравляю вас. Благодарю. Я много раз слышала от мужчин, которые становились отцами, о том, что когда появился в их жизни ребенок, они наконец-то познали ту самую любовь, которую до этого они совершенно не знали. Как у тебя это происходило? Изменилось ли твое ощущение любви с появлением ребенка? Ну, у меня все-таки есть сын, который же взрослый сын. И когда он родился, я помню, когда я с ним катался с коляской по парку, именно тогда у меня было вот первый раз в ощущении жизни того, было откалибровано то переживание, которое называется просветление. 2003 год. Ну, сейчас все это происходит на тех новых уровнях, на которых сейчас нахожусь. Знаешь, у них так непросто вложить в какое-то вот, в то, что просто рассказать словами. Конечно, много очень изменилось. Это невероятно. Невероятно красиво. То есть любовь, когда ты в ней живешь, когда ты искренен по отношению к ней, в ней, с ней, это гигантская сила. То есть это энергия, которая становится силой. У меня давеча на вебинарах задали вопрос. Вот любовь — это энергия или сила? Энергия — это нечто, что просто есть везде, а сила — это то, что применяется именно куда-то. Так вот, любовь — это энергия, становящаяся силой. То есть это энергия разлитая, которая так или иначе становится силой при помощи разных рычагов в зависимости от тех людей, существ, которым она применяется. Если бы ты мог описать любовь двумя словами, что бы это было? Или, например, даже одним? Абсолют души. Откуда она идёт? Как она образуется в нашем мире и, в принципе, в человеке? Потому что многие люди, они принимают за любовь нечто другое. То есть это обладание другим человеком, обладание вещами. И когда этого не становится в человеческой жизни, то человек начинает грустить, и так он говорит, что я это люблю. И когда я без этого, то я начинаю грустить. Это любовь. Так ли это на самом деле? Хороший вопрос. Он довольно имеет глубокую, все-таки теоретическую основу. Напомню, у нас вот есть несколько планов бытия, в которых выражается вот изначальный. Это прежде всего жизнь, прямая жизнь. Это душа и это ум. То есть это вот материя, которая по-всячески в разном существует, она вставляет, когда начинает жить, радость жизни. Вот она даёт прямую радость. Материя такая радостная. Когда на ней сверху появляется грудная клетка, начинает биться сердце, оживлять, для него появляется внешнее и внутреннее. Вот для души появляется внешнее и внутреннее. Для материи нет внешнего внутреннего. Для растения оно слабо отделяет себя от ветра и от земли. То есть нет вот такого растения, которое понимает, я вот это растение, вот это мой листик. Такого нет. Оно существует как совокупность неких процессов, которые расположены в одном месте, питаются солнцем, питаются землей. Но его существование это просто радость. А когда появляется душа, то есть бьющееся сердце, и центр чувствования, появляется чувство, эмоции, появляется биохимическая форма жизни, игруная клетка, она практически ограничитель вот этой первичной радости. Она разделяет мир на внешнее и внутреннее, на то, что снаружи и то, что внутри. И вот та радость, которая приходит снаружи, она называется любовью. И, конечно, она может быть разной. Это может быть и любовь к вещам, просто это будет очень такая маленькая, дешевая, никчемная и недолго живущая любовь. Может быть, любовь к Богу и к Богу, это будет любовь совсем-совсем большая, совсем-совсем вечная, но, возможно, недостаточно греющая. И все ее формы переходные от любви к блохе до любви к Богу. То есть, получается, есть несколько уровней любви. Я думаю, что, как и в любой системе классификации, будет то количество уровней любви, которое ты выделишь задачами, которое ты хочешь увидеть. То есть, любое выделение на уровне, оно является производным от взгляда наблюдателя, который может его наблюдать. То есть, если человек, который любит свою машину, он, скорее всего, будет смотреть диаметр его хладной трубы, чтобы именно полюбить ее нужным образом. Но другие части, его любовь вряд ли отстранится, будет воспринимать сквозь призму вот этой машины. Но Бог, это какая-то такая, другая машина. Женщина, это машинка другого класса, требующая немножко другой смазки, другого обеспечения. Дети, это другие машинки. Все зависит от тех эталонов, с которыми сознание сравнивает образцы. Но, тем не менее, у нас есть вот эти три базовых уровня нашей организации бытия, опять-таки, жизнь, душа и ум. И в каждом из них, точнее, их вот сочетание, это изначальное сочетание, оно дает вот такие три проводка, синий, красный и зеленый, которые, завиваясь, рождают разные косички, разные зорчики. Вот наша ДНК, это две спиральки, а это такая тройная спиралька. И вот эти тройные спиральки, они не бесконечного вида. И поэтому в том же санскрите выделяется там любовь кама, это любовь такая земная, сексуальная. Любовь прия, это такая вот любовь сердца, это когда приятно. Даже санскрит, он близок к славянскому языкам, и к русскому в частности. Любовь према, это такая божественная любовь. Соответственно, возникают как объективные категории, то есть любовь ума, любовь сердца и любовь тела, так и множество категорий, которые производятся от того, как человек просто проживает свою жизнь. Любовь как действие, любовь как обладание, любовь как бытие. То есть вот глагол быть, делать и иметь, в этом треугольнике, если к ним применить любовь, она получится тоже немножко разной. А вот эти три уровня любви, да, санскрита, они могут, получается, переплетаться и соединяться в одно целое? Ну, желательно бы. С одной стороны, вот есть богиня Сарасвати, богиня знания, такая же она, бога-создателя Брахмы. Она кама-продая, превзошедшая каму, превзошедшая вот эту любовь, ну, самая первичная такое, где там, как называют старые добрые судьбы, извиняюсь за использование термина из романа «Заводной апельсин». Любовь свойственная всем, хорькам, сусликам, хомячкам, птичкам, бабочкам. Это инстинкт получается? Это инстинкт. Конечно, это просто инстинкт. Это первичная форма самоорганизации своей, по сути, мёртвой материи, которая просто вот так вот клонирует себя. Бывает же такое, когда мужчины, например, или женщины изменяют друг другу, они говорят о том, что это не любовь. Например, случился интим на стороне, не с любимым партнёром, как они говорят, они говорят, что это просто инстинкт, а любовь на самом деле вот здесь в отношениях. Смотря на то, что они считают, опять-таки, что они выставляют в качестве маркеров, что-нибудь выставляют в себе в качестве эталона любви. В идеале, конечно, любовь будет сочетать все третьи уровня с видой в какую-то изящную мозаику, которая позволяет себе уровень развития данного конкретного индивида. У каждого это будет немножко по-другому. У одних совсем-совсем святых в белых одеждах, таких лицеферских, у них будет там любовь только такая, у других любовь будет только красная, у кого-то пульсирующая зелёная. Я считаю, что ни один из этих полюсов сам по себе не является, конечно, полноценным. И только вот такая объёмность, то есть наш мир из точки возникает линия, потом возникает плоскость. Это как художник Василий Кондинский в своё время описал, у него книжка такая была точка, линия, плоскость. Так этот принцип отражается во всём остальном. Любовь сам себе это философское понятие, по сути, да, слово, которое мы привыкли что-то обозначать, но в то же время обозначающее кучу разных вещей. Что ни человек, то разная любовь. Но где-то они все сходятся в каких-то полюсах и как-то вот так вот сводятся вот к этим любви ума всё-таки, любви сердца, любви тела. Каким-то мозаиком из них составленных в разных культурах. Каждой любви там в Советском Союзе была любовь к партии основная. Где-нибудь в католической церкви соответственно любовь к Иисусу Христу, кем бы ты ни был, мужчиной или женщиной. По-разному. Но вот эта любовь, о которой ты говоришь, она прививается социумом. Это как свод правил, то есть это воспитание тебе прививает. То есть вряд ли человек родился и он понял, я люблю партию. Ему просто всё время об этом говорили. Ну разумеется. И так же касательно религии. С одной стороны, опять-таки, люди врождённые разные, геном разворачиваясь, экспрессируясь, он даёт разные комбинации ума, сердца и тела. У кого-то, извиняюсь, в мозгах там 10 миллиардов нейронов кори, около 100. Различия бывают в мозге до 40 раз. И, соответственно, вот эти разные индивиды, безусловно, воспитывают своими слоями культуры. Ампоритарская культура даёт одно, там какая-то культура крестьянская, другая, интеллигентская, третья, военная, четвёртая. В военной культуре любовь будет генералом. В культуре с приматом, опять-таки, такого социалистического начала, с социальным институтом, капиталистического начала. Цель любви будут всегда деньги. И не будет так щёлкать в глазках, даже если человек смотрит на женщину, будет вычислять, сколько подоходного налога с него надо будет заплатить ему с пользования этим существом, которое вовремя должно ответить на три правильных поставленных вопроса. Является ли такая любовь настоящей? Или это навязанное, ложное? Ну, вообще, вопрос, что такое настоящее и не настоящее, достаточно сложен, с одной стороны. С другой стороны, достаточно прост. Настоящее можно считать то, что в итоге приходит к благу, но это базовый такой вот. Создатель возвращается к себе каким-то способом, нырнув в бесконечность в материальный мир и возвращается к себе через какое-то проявление. Любовь – это одно из таких проявлений при помощи создателей, в которых может вернуться к себе. Опять-таки, проявленная на каждом уровне. Вот Иштар, богиня в своё время древней, у неё была священная проституция. Женщины отдавали своё тело, чтобы служить ей как богине. Они жертвовали её. Какие-то для всех христианские, монархи. То есть, они входили в сексуальные отношения с мужчинами и таким образом служили? При храмах были публичные дома, которые взимали плату с мужчин, соответственно, и поддерживали храм женщины, соответственно, как служители богини. Таким образом, её обеспечивали доходами какого-то разного рода пожертвованиями. У христианских монахинь будет другой подход. Они там оставляют себе пульсирующие сердца, они невесты Христа. И, соответственно, их любовь направлена на какой-то другой некий идеал. У Марии Кюри, учёной, который исследовал радиоактивность, у неё там третий идеал, у неё любовь к науке и к чистому знанию. Все они, конечно, по-разному выглядели. Понятно, что храмовая проститутка христианская монашка и лабораторные учёные, они будут выглядеть по-разному. У одного будет большая голова, у другого будет сухое тельце, у третьего там раскачанный таз. И вот, в принципе, видно, какая часть рубина, изумруда или сапфира вложена в самую финальную любовь. Является ли каждый из них настоящей? Ну, конечно, является. Насколько человек вкладывает своё существо в финальное действие, в любовь, настолько она является настоящей. Другое дело, что люди, они сами по себе большей части от огрызки от того, чем мог бы быть человек. Ведь, знаешь, вот есть такой синдром Даннинга-Крюгера. Он говорит, может быть, немножко не о том, но он говорит о том, что человек с низким уровнем развития не способен понять, что у него низкий уровень развития. Он думает, что он высокий. Просто все, у кого он выше, это дебилы, неправильные. Это, знаешь, если ты суперкомпьютер, ты общаешься с маленькими компьютерами, с калькуляторами. Ты понимаешь, вот этот компьютер такой, этот калькулятор. А вот калькулятор, миллиардов звезд, примерно, еще сто миллиардов так называемых коричневых карликов. Вот коричневый карлик это звезда, которой просто не хватило массы, чтобы загореться. У нее реакция начала теплиться что-то внутри, но когда дошел дороже, оказалось, что пробиться сквозь корку не может. Это такая, знаете, планетка, там, 10 раз больше Юпитера, примерно, которая пытается стать звездой, но гореть не умеет. Она не умеет поддерживать в себе огонь. Она остается покрыта такой коричневой корочкой. И люди, большинство людей, это вот эксперимент, это много-много миллиардов таких коричневых карликов, самосхлопывающиеся интеллекты, которые не способны понять глубины своего диатизма. И вот, соответственно, часть у них и любовь, собственно, такая. То есть, когда звезда не может гореть, у нее нет массы души, массы души просто не хватает этой блестки. Она, соответственно, такой. Навсегда ли люди такими остаются? Ну, вот если они... По-то нем рут, наверное, да. И выходит путем пребывания в могиле, это здорово у них получается. То есть, только смерть позволяет человеку выйти из этой цикличности? Из какой цикличности? Из замкнутости. Вот ты говоришь, что есть звезды, они как карлики. Это не замкнутость, это не цикличность. Это недостаток массы. Вот если мозгов не хватает, то что тебе не научи, ты все равно не поймешь, сколько будет там 12 в 10 степени. Человек не может эволюционировать вот с такого состояния? В рамках его текущей жизни, конечно, нет. Он уже реализует свой геном. Обусловлено этим. Это обусловленность получается. И некоторые люди, а может ли человек об этом подозревать? Ну, то есть, он может это понимать? Чем он теплее, тем он меньше это подозревает. Вот у меня в детстве была самая страшная книжка, она называлась «Цветы для лжернона». Она была про лабораторного мышонка, которому вкололи специальный препарат, и он стал резко умнее. Потом этот препарат в клиническом смысле дебил, то есть, у него коэффициент интеллекта был там ниже 70 идиотов. И он вспомнил до 200. Стал выдающим ученым, провел эксперименты и понял, что этот эффект у него не навсегда. И он начал тупеть. Он там влюбился, то есть, они обрели любовь, и он устал и потерял. Он потерял всю любовь. И в конце он просто даже не вспомнил этого. Он все это забыл. И вот такое тупение это самая страшная вещь, которая может произойти. К сожалению, в окружающем мире наблюдать его можно на каждом шагу, в течение каждого дня. Это как раз вот те самые коричневые карлики, которые сжимаются в себя. Они даже не помнят, что можно быть умнее. Они даже не подозревают, что любовь может быть больше, чем любовь к родным, не знаю, там, Жигулям. Это наша жизнь. Она вот такая. Половина, как бы, атомов летят свету, половина теряется в нигде. Получается, что даже никакими практиками, техниками невозможно это раскачать? Ему не нужна никакая практика и техника. Кроме, если есть практика и техника, ты подозреваешь в какой-нибудь концлагерь, то можно что-нибудь раскачать, получится, но вряд ли эта раскачка выведет хоть куда-то. Есть такая вещь, как обусловленность, да? Надо понимать ту действительность, в которой ты живешь. Надо понимать, что если ты ждешь любви, то кто ее способен производить и в каких количествах и какого качества. Потому что в конечном счете все решается количеством и качеством. Вот я живу в мире, в котором главное слово это слово поведение. Поведение это вещь, это такой, знаешь, треугольник быть, делать, иметь. И вот между быть и иметь, вот эта грань, be and have, английский behavior, это поведение. У него есть две оси, ось ценности и ось смыслов. И вот бесконечное повышение ценности смысла или смысл ценности приводит к развитию гения. И вот на этой шкале, да, есть пороги, которые вот, человек не может пробежать там больше стометровку быстрее вот такого-то количества времени. Просто у него генетически это не задано. Да, можно было бы распаковать геном, но для этого ему надо было бы находиться на том уровне, где он распаковку генома может сделать, а соответственно, хотя бы может даже захотеть и даже подозревать подобные возможности. Я проехал 70 стран, я предельчиво изучал этот вопрос. И да, пришел к тем выводам, к которым пришел. Вот есть те, кто могут, есть те, кто не могут. Поэтому про любовь в одном смысле это будет, что это про одно, про любовь в другом смысле, что это про другое. И вот некая поэтому такая массовость какого-то явления или продукта, как правило, будет говорить о том, что его будут любить именно, вот скорее коричневые карлики, чем звезды. Почему? Их больше. Все очень просто. Земля — это такой эксперимент, в котором очень-очень много коричневых карликов и очень мало звезд. Сейчас начнет, может быть, но пока так. Сейчас говорят о времени перемен, что именно сейчас происходит, какие-то перемены на этой земле. Да, так и есть. Как ты это чувствуешь? Что происходит? Я являюсь их центром. Вот он проходит ровно, вот здесь этот центр, под моим окушкой, и перемещается вместе с моей головой. То есть все вокруг, бали, просветленные бали, все эти персонажи, все так или иначе вращается мимо вокруг того центра, который представляет собой решение тех задач, которые создатель ставит перед человечеством и людьми. То есть мой мозг приспособлен для решения такие специфические задачи, которые требуют очень большого количества человеческих знаний, так и умения концентрировать себя на определенных уровнях сознания, не теряя себя. То есть умение перемещаться по своему протоколу, трактору поведения от человеческих состояний, земных богов, богов небесных и, собственно говоря, единого. 12 минут вашего времени. Три эффективных и бесплатных упражнения для вашей спины, которые при регулярном выполнении полностью снимут напряжение с позвоночника и вернут вам природную гибкость. Все это доступно уже сейчас. Чтобы получить этот комплекс ЦИГУН, вам нужно перейти по ссылке в описании к этому видео. На твоем личном опыте ты бы мог рассказать эволюцию своей любви? То есть из первого центра до третьего, до божественной любви. Ну, у меня это скорее началось с третьего центра, и шло к первому. Я был у мальчиком гениальным, нейтральным. То есть это когда избыточный развит мозг, это часто мешает нашим обществам настолько же адекватному развитию всего тела. Поскольку я был всегда моложе на два года, чем все мои одноклассники. И меня из основной гениальности переводили из класса в класс слишком быстро. И там мне в бус пришлось поступать в 15 лет. Поэтому я в каком-то смысле был в достаточной степени оторван от той сексуальности, которую придавались моим заклассникам, когда у них пубертатный период прошел, и они стали сексуально активны. Поэтому первые мои идеи любви были, конечно, очень идеалистические. У них были подчеркнуты из классических произведений, из книг, из некромантической литературы. Женщина для меня представляла с чем-то таким «О, что такое же, как ты, только другое, что-то соединиться, получится». Потом у меня было пять браков, в каждом из которых отдельная часть любви прошла свои испытания, точнее, в четырех из них, а в пятом все вместе. Отдельная часть любви, что ты имеешь в виду? Ну, какие-то способы взаимосуществования женщины и мужчины, которые отражаются в их совместной жизни, в их взаимоотношениях, в том, как они благодаря своему объединению эту жизнь организуют. Например? Ну, вдаваться таким, например. Например, там, с первой женой это были какие-то путешествия, поездки, челленджи, но она была очень соревновательной. Вторая была, скорее, такой домашней, зато матери-ребенка. Третья, скорее, таким аксессуаром джентльмена, зато с отличным вкусом и там с любовью как раз к прямой форме любви в конце концов. Четвертая, первая форма любви, что они еще? Я имею в виду первой центр, в том числе. То есть сексуальная энергия? Да. А четвертая, брахманка, она, ну, это скорее такая сакральная энергия, была как раз немножко другая. Пятая, это вообще наиболее жесткая смесь, где было все вместе. Забавно. То есть в пятом браке у тебя были все три формы любви? Да не все три были всегда, просто в разных комбинациях, в разных пропорциях. Где-то превалировала одна, где-то другая, да и плюс они имеют свои оттенки. То есть не то, что у тебя вот три ниточки. Из этих трех ниточек ты можешь свернуть крокодила, из этих трех ниточек ты можешь свернуть чебурашку, и вот это будет гена, это чебурашка, соответственно. И еще шапокляк можешь свернуть, а у нее любовь тех же самых трех ниточек будет совсем другая. То есть вот головой можно любить целого партнера, женщину, можно любить мать, можно любить Бога, можно любить дочь. То же самое можно делать сердцем. Ну вот нижней частью это ограничено. Бога не полюбишь, соответственно, можно полюбить только жену или мужа или совсем третьего человека, близкие родственники, божественная сущность не в счет. Так что видишь, везде все. А сейчас в этих отношениях как у тебя? В этих каких? В нынешних? Да, в нынешних. Красиво. Очень красиво. Что для тебя красиво? Красиво это когда то, что вот есть, все возможности могут сплетены быть в некий совершенный узор, который имеет потенции к постоянному развитию. Для меня красиво. Для меня красиво очень близко к понятию результативно. Результативно это значит то, что совпадает с добродетелью. В китайском даосизме есть понятие дао, путь вещей. И вот человек, когда он обладает дао, он называется обладающим Д, добродетелью. Она определяется как то, что если ты вот из рогатки куда стреляешь, то попадаешь. Или из лука куда стреляешь, то попадаешь. Или куда целишься в своей жизни и тоже это достигаешь. Назовется результативность на моем языке. И вот результативность, а эта форма такая, выражаемая знанием, она очень сильно совпадает с красотой. То есть тем, что представляет собой искусство. Ну все тоже совпадает с философией, религией, неважно. Но вот когда знания и искусство сплетаются вместе, то красота и результативность образуют вот этот новый фокус. Вот этот фокус я и называю как раз таким бриллиантовым путем, это пиком гениальности. И сейчас нравится все именно так вот. Ты так красиво это описываешь, а на практике как это выглядит? Есть же определенный быт, есть реальная жизнь, то есть где вы соприкасаетесь как человек к человеку. Как там проявляется любовь? Улыбками, поцелуями, готовностью сделать друг для друга что-то. Тем, что помнишь всегда, когда что-то делаешь, помнишь о своем любимом. Пропитываешь максимумом проактивного позитива все возможные сферы взаимоотношений. В будущем причем умными то есть как правило человеческая любовь видишь в небольшой минус в том, что она замусорена целая куча паразитов, которые впитались вот вбились во все эти дырки между разными слоями общества, разными людьми, разными взглядами, всеми тремя центрами. Все это замусорилось люди болеют. Знаешь, ты знаешь, да я не умею физически болеть, люди умеют болеть. А когда человек болеет, его сознание концентрируется в больном органе. И это прям по-настоящему жуткое место реальности, если туда посмотреть, очистив его от остального взгляда, как бы от остальных триггеров сознания. Особенность моего мозга это то, что я могу выделить любой участок сознания и сделать его абсолютным, посмотреть в него полностью. Это дает невозможность переживать как ну крайние, финальные такие переживания, которые одним своим мгновением равны по смыслу существования всей Вселенной, так и адаптировать вот эти знания, сплетая их воплощение вот в том вот прям настоящем мире, в котором мы живем. И, конечно же, обустройство быта, обустройство ежедневных взаимоотношений это та роль, вот откуда как ты спускаешь небесную любовь, умную любовь, сердечную любовь, жизненную любовь и земную любовь. Все эти пять центров сплавляешь. Вместе их пять еще на самом деле. У нас кроме ума вот есть еще небо и земля. Вот мы между землей и небом, между землей и небом три центра. жизнь, душа, ум. А небо и земля какую роль они играют? Они играют роль полюсов. То есть не удерживают земля, земля. Земля — это материя, из которой все осознано. Это темная материя, она обладает гравитацией. Небо — это свет, это энергия, которая лучится. Вот скажем так, любовь, поскольку это энергия, с одной стороны, а с другой стороны это гравитация, это притяжение, она причастна и земли и неба. И когда человек выбирает, допустим, небесную любовь, забывая про земную, он просто выбирает отца против матери. Или наоборот. Он с самого начала вбивает клин вот в основу своего бытия. И поэтому настолько важно объединить все эти пять центров воедино. Вот у меня сейчас такой просто курс фантастический мы записываем. Мне настолько нравится ответ учеников. У меня как поставил себя задачу один к тысяче. То есть за один год сделать то, что делается тысячу лет. Что ты имеешь в виду? Научить человека так, чтобы он за один год мог научиться тому, что потребовало тысячу лет, если по-моему сумел быть тысячу лет прожить. Какая основная цель? Ну, финиш. Это к чему? Нет, у самого человека. То есть ты обучаешь... Нет, абсолютно. Все равно какая у него финальная цель. Он должен иметь возможность максимально точно и быстро идти к благу. К единому благу. Уметь пользоваться силой и уметь знание и мудрость, как это силой распоряжаться. А что это дает человеку в материальном мире? Ну, то же самое, что и всем остальном, когда ты умеешь пользоваться каким-то инструментарием. То, что ты живешь в том мире, в котором тебе хорошо. То есть ты становишься создателем? Если ты реализуешься создателем, если ты проектор, если ты проектор, ты реализуешь себя на оптимальном образом. Тебе хорошо в физическом теле, тебе хорошо с сердцем, тебе хорошо в уме, тебе хорошо с родными, тебе хорошо с соображением, тебе хорошо с работы, с творчеством. Означает ли это постоянную радость? Ну, и радость начинает пропитывать большую часть бытия. То есть нет никаких негативных проявлений? Человек не чувствует себя грустно? Не может не быть негативных проявлений. Любое негативное проявление – это тень, которая падает от света, когда происходит изгиб. Но даже негативные проявления могут уже переместиться в поле радости. Можно перейти в тот канал, где у тебя уже постоянный плюс. Да, ты можешь быть более грустный, более веселый или менее веселый. В одной радости 6 оттенков, и все их пережить за один день даже не получается, или даже за месяц. Какие-то из них по отношению, спокойная радость по отношению к экстазу может касаться грустью. То есть экстаз смотрит, ты что, не трясешься, почему не танцуешь? Да мне так хорошо, к примеру, да, но это разное состояние. Тем не менее, они все обладают одним качеством, которое я упомянул про быт, проактивным позитивом. Даже если что-то не то, то твоя установка изначальная такая, что ты преодолеваешь это. Твой, твоя вера, твоя чистота сознания, твоя воля и твой разум позволяют желанию твоего сердца сделать так, что все становится хорошо. Даже если ты встречаешь что-то, что тебе неприятно, проактивный, то есть позитив, который хочет быть. Понимаешь, благо, которое хочет существовать. Благо, которое естественно цветет, естественно светится. Вот как звезда. Не как коричневый карлик, который спускает из какой-то своей дырки какой-то маленький лучик света, если вдруг ему уже с ним предоставится шанс этот лучик света использовать. А прям та термоидная реакция, которая питается в душе. И вот чем полезны именно ощущения любви? Любовь это то, что приходит снаружи, в том числе. Мы любви ждем от кого-то другого. Там, знаешь, есть выражение возлюбить другого, как сам себя. Но само себя это все равно занятие с лучшим глубоко любить. Даже я сам себя не очень люблю, хотя глубоко с собой освещаюсь. Есть же утверждение, что если человек не любит себя, он не может полюбить другого человека. Тоже корректно. Опять-таки, вот здесь мы касаемся разных разновидностей любви. Человек себя принимает, человек себя понимает. И человек на себя мастурбирует, наверное, это уже не здоровое занятие. То есть это сразу понят вот эта дисфункция любви. И, наверное, так им любить других не стоит. Опять-таки, надо понимать, что вот в санскрите было проще. Кама, прия, према. Вот что у тебя? Как небо ты любишь, ум любишь, сердце любишь, половые органы любишь или цемент любишь. Что тоже бывает. То есть, получается, что есть любовь здоровая, а есть любовь нездоровая. Безусловно. Нездоровая любовь, имеет ли она в принципе право называться любовью как таковой? Ну, нездоровый человек имеет право называться человеком? Да. Спорный вопрос тоже. Ну, даже вот, кстати, классный, классный пример, действительно. Но в принципе, да, потому что если убрать болезнь у этого человека и сделать его здоровым, тогда он будет человеком. Есть такие болезни у человека, которые несовместимы с жизнью, да, несовместимы с функционированием рассудка. Вот человек, который был отключен в мозг, он человек. Здесь, знаешь, еще... Здесь это сложные, сложные, пограничные вещи такие. То есть, знаешь, по каким критериям мы оцениваем, это человек или нет. То же самое, человеку любовь почти одно и то же. Просто есть, почему я спросила про нездоровую любовь. В психологии, в принципе, рассматривается несколько категорий. Например, есть любовь, которая связана с травматикой, да. Для некоторых любовь – это боль. Либо же есть какие-то детские психологические травмы, и человек воспринимает это как не что-то благостное, а только через проявление, где он страдает. Ну да, то есть у него доступ к любви закрыт, скорее. Ему требуется, не знаю, пойти в квартал красных фонарей с собачьим стропоном, чтобы ему как-то пробудилось вот это чувство. Да, это травмы, детские травмы, это консервная банка, в которую запихнули человека. Ну опять-таки, у человека, которого вырастили в консервной банке, вот получилось то же самое. Вот у него, знаешь, у древней инки выращивали так детей. То есть им ногу прям сажали в сосуды глиняные такие, и они вот так вырастали. Для каких-то сакральных целей использовались? Или, к примеру, надевали на голову глиняный горшок, чтобы голова сформировала такую вытянутую тыкву. То есть мозг сформировался каким-то особым образом. Такие примеры в истории человечества довольно нередки. Такой пример. Это эволюция или это деградация? Вроде это что-то новое. Ты знаешь, прежние цивилизации, индейские цивилизации, они по своей природе очень жестокие. Может быть, если бы они развились, они просматривали, как это эволюцию. Но это был бы страшный мир, конечно. Опять-таки, гаджет в кармане, это эволюция или деградация? То есть человек без калькулятора не может умножить два числа, это эволюция или деградация? Я не знаю. Это зависит от того, что считать цель эволюции. Видишь, создатель же использует эволюцию как один из инструментов. Эволюция — это некая закономерность. Она протекает, точнее, эволюция — это процесс, протекающий между законом и случаем. Вот у нас есть закономерность, как ДНК делится, а есть мутации, такая мутация кармы, случайности, которые вклиниваются и вызывают разнообразие вот этих первых клеток. Но потом еще он берет, иногда создатель сдает экзамен Всевышнему, Всевышний смотрит на это, стирает что-нибудь, и на Земле там 800 миллионов лет назад происходит кислородная катастрофа, 60 миллионов лет назад умирают динозавры, где-нибудь там 7,5 тысяч лет назад творится мир. Экзамен — это какая-то конечная точка эволюции, получается? Последний день, который будет, когда, собственно говоря, все закончится. Он известен и по всем абрамичным религиям. А для нас это когда наступит? Я предпочел бы сдержаться в указании конкретной даты. Это рекомендуется непосредственно в Коране, где считается, что человек к этому должен быть готов всегда. Хотя у меня есть, конечно, предположение, все-таки будем считать, что эта дата не окончательная. Но мы ее втайне оставим? Да, мы ее втайне оставим. Хорошо. Я как-то еще упоминал уж про это? Или не упомянул? Неважно. Надеюсь, что это все равно не станется незамеченным. Мы затронули нездоровую любовь и любовь, которая привитая. То есть она создана определенным воспитанием. Это скорее форма любви, которая привита. Смотри, у нас есть всегда потенция к чему-то и форма, в которой эта потенция заливается. В чем разница? Потенция — это способность. Человек способен любить или не способен любить? Если птицы отрезать ноги, если крылья отрезать тоже, птица летать не сможет. Точнее, умрет от скуки, потому что летать не сможет. Вот если человек все отрезать, все органы восприятия, наверное, тоже любить даже не сможет, поскольку не сможет понять. Мне просто хочется понять, есть ли любовь в кристалличном чистом виде. Ты знаешь, если вера, вот такая штука, как вера, она не нуждается в конечном итоге в субъекте, то есть вера — это просто такой фонарь, вот ты можешь написать на нем слово «Бог», он будет там ярче, может светить для тебя, можешь написать там слово, не знаю, «Маркс», он будет светить как по-другому. То любовь — это, вот, скажем так, она просто существует как энергия. Можно пережить безличную любовь как чувство, так называемую абсолютную любовь. Ее можно пережить как некое определенное состояние, сходное с самадхи. Многие женщины, там, проходя какие-то экстатические переживания, когда лишаются своих ограничений, связанных с прошлыми мужчинами, ошибочно принимают свои экстатические переживания именно за эту любовь. И здесь на Бали таких очень много. Что ты имеешь в виду? Ну, тут многие из разных духовных мастеров переживают какое-то качество абсолютной любви, как им кажется. Они глубоко заблуждаются. А как они это описывают? Разными словами. Просто мне интересно, что ты думаешь по этому поводу, то есть проявление, например, вот ты услышал, можно не называть человека, а можно сказать описание этой любви. Потому что наверняка наши зрители, и мне тоже интересно. Написание. Женщина расставалась с мужчиной и поняла, что да и ладно, вот я все равно еще в потоках водопада божественной любовью. Все равно меня привел, все равно там, как Глория Гейнер привела, I will survive, I will survive, I will survive, я выживу. Это скорее вспышка освобождения от груза проблем. И в этой вспышке, какой бы она маленькой ни была, всегда есть тот промежуток, где он больше, чем то, что ты можешь измерить. И вот эта любовь кажется захлестывающей все твое существо. Но это, конечно, не абсолютная любовь. Абсолютная любовь мало имеет отношения к, в принципе, человеческому восприятию действительности. Я понимаю, как ее переживать, я переживал, но это переживание мало относится вообще к человеческому спектру, если быть совсем честным. Есть любовь звезд. Самая первая форма эволюции в нашей галактике, в нашей Вселенной — это звезды. Вот, знаешь, сначала у нас, как самая первая любовь, черная дыра в центре нашей галактики, в центре нашей галактики гигантская черная дыра. И вот она формирует такую картинку пространства-времени, пространство-времени, такое средство изогнутым и изогнутым. И межзвездный газ, вот это отец, прото-отец, он начинает в виде дырочки накапливаться. Ты знаешь? И когда в дырочке, вот в большой дырочке, накапливается много его, вот он начинает загораться, как звезда. Когда гравитация сжимает этот газ, он так загорается, как звезда, или не загорается, как коричневый карлик. Разные бывают варианты. Появляется вот мать, потом появляется отец. Формально. То есть звезды появляются после этой нашей первой гигантской черной дыры. Но именно отец — это тот свет, который, собственно говоря, создает все то, что потом является жизнью. Звезды — это самые первые такие разумы, самые первые эволюционирующие объекты, в зависимости от своей массы, от своего характера. Они могут быть разными. У них тоже есть сознание? Безусловно. Это то, что люди называют богами. Не все звезды, конечно. Звезд 200 миллиардов. В основном это точно так же, как песок и самоцветы. Вот есть самоцветы, которые называются богами. Это в нашем рукаве Ориона. Это, собственно, звезды созвезды Ориона, Бетельгейза. Это бог Солнца Митра. Ригель — это бог Шива, или Один. Саиф, Белатрикс — звезды. Сириус, планеты. Была даже такая религия. Саби назывались. Пророк Мухаммед называл ее тоже людьми книги. Они воспринимали прямо звезды. И в Библии написано, во всех религиях написано, светило — это и есть ангелы. Светило — это и есть небесные вот эти боги, ангелы. Ангелы — это когда они служат единому, а боги когда-нибудь к ним поднимаются. И это первые проторазумы, это самые первые матрицы жизни, существующие в нашей Вселенной. И у них, да, есть любовь. Есть любовь к Создателю. Есть к нему там ревность, как у звезды Конопус, которая является Люцифером, который пытается проработать. Вот есть Создатель. Создатель — это что, это черная дыра получит или это этот свет? Создатель в той форме, в которой он есть, это гигантская звезда под названием Эта Киля в астрономии. Форамэн ее название. Эта звезда на пределе существования возможной. Единственная самая уникальная звезда в нашей Вселенной. У нее есть ультрафиолетовый лазер, у нее есть чудовищное инфракрасное излучение, она двойная. Ее период пульсации влияет всю жизнь нашей галактики. Это пять с половиной лет. У нашего Солнца это двойной ее период, 11 лет, соответственно. И 7,5 тысяч лет назад, когда по Библии было створение мира, она, соответственно, располагается на расстоянии 7,5 тысяч лет от нас. Наши галактики получаются. Наши, да, 7,5 тысяч лет от всего световых. И вот 100 лет назад, примерно, 140 лет назад, 150 лет назад, она выбросила из себя порядка 30 солнечных масс, образовав такую двойную спиральную туманность-гомункул, которая называется человек. И, собственно говоря, в этот момент на Земле произошло то событие, которое называется створение мира, то есть появление у людей души. Вот этих обезьянок социальных. Ну, и, в принципе, люди, они во многих до сих пор такие же обезьянки. И в них появились вот эти блески душ. Такие же, примерно, как в звездах. Они разные. Звезды разные, люди разные. Потом проводился вот, проводится эксперимент с создателем, как в органике можно поместить в органику разум звезды, посмотреть, что из этого выйдет. Начало вот эти периоды делятся по 3 800 лет. Каждый период определяется то или иное комбинацией звезд. Они выражены в разных религиях, вот эти комбинации звезд. А в каких-то религиях они более выражены, в арийских религиях более выражены именно как боги, которые объединяются безличным рахманом. В семитских религиях, как посланцы единого создателя. У звезд самих разное мнение по этому поводу. Собственно говоря, как у всех людей. Как удивительно звучит, у звезд другое мнение, разное мнение. Ну вот звезда Люцифер Конопус, да, светлейшая. Она находится в том же созвездии, что и звезда, которая является создателем, материальным воплощением создателя. Она и самая яркая звезда неба там, кроме Сириуса, но вот там гораздо дальше от нас, Конопус. Это звезда абсолютного света. Звезда самый яркий бог света. Настолько яркий, что он вообразить себе не может, что он создан вот этой звездочкой, которая моложе него. А создатель он возник не так давно по вот этим меркам этого времени. Просто он умеет управлять временем. Когда семь с половиной тысяч лет назад на Земле произошло створение мира, одновременно возникли миллиарды лет. До этого, после, все галактики, которые расположены в нашей Метавселенной, это следствие вот таких вот экспериментов точечных по решению каких-то задач. В этой галактике какое понятие любви существует? Это и есть абсолютная любовь звезд? Но звезды — это самое яркое выражение любви, которое самое чистое, которое может быть, безусловно. Любовь к таническим существам, вот дети Земли — это змеи, драконы, именно гигантские змеи и драконы, которые соответствуют к тектоническим плитам, вулканам. У них другая любовь. Тоже забавная. Звезды ведь по большей части — это были двойными звездами. Одиночные звезды — это, как правило, звезды, у которых спутник погас, либо не дородился. То есть, как правило, такая наша галактика во многом даже такое место скорби. Многие звезды остались одинокими. А за ретом другие живут в гигантских таких коммунах, типа плеяд. А какое влияние это оказывает на людей? Прямое. Гюльджиев был такой мистик, основавший школу «Четвертого пути», или как так у него называлось. Он во многом говорил, что это похоже на меня, но коммунистант интеллектуального развития не позволял выйти за определенные пределы. А вот он говорил, что звезды абсолютно прямо определяют механическую жизнь каждого человека. Люди на самом деле не то чтобы сильно разумные, что ли. То есть, в них нет той точки «я», которая определяет суммарную их траекторию. Человек, как правило, в совокупность нескольких поведенческих матриц, каждый из которых придерживает совершенно разных ценностей, и каждый из которых не подозревает о том, что существует другая. Это довольно печальное, конечно, зрелище, поэтому мне так тягостно общаться именно напрямую с людьми, и я поэтому, в общем-то, этого не делаю. Чтобы пережить их мир, надо себя вместить в очень такую маленькую-маленькую-маленькую коробочку. А ты можешь привести примеры, как это выглядит в реальной жизни? Ну, человек один на работе, другой дома, третий там, где-то побухает, где-то «Ой, дорогая, палочка забыл». Где-то «Иван Иванович, ну, не мог я этого забыть». Понимаешь, у него разный характер, у него разные… У него разные субличности, разные комбинации гормонов в ответ на те или иные стимулы. Вот у него поведенческий стимул идет, и он совершенно по-разному отвечает в зависимости от координатной сетки. У него разные координатные сетки, у него разные системы ценностей. В партии он любит партию, в гараже он любит свою машину, там, в кровати он любит свою жену, и где-нибудь на кухне он любит борщ. И каждая любовь искренняя и финальная. И не очень большая. Я просто пытаюсь понять… В нем нет цельности, а поскольку в любви нет цельности, она и будет небольшой. Там происходит именно, знаешь, изменение в порядке раз. Нет единства на всем протяжении его существования. Человек – это, по сути, такое окошечко, в котором проявляются разные возможности, попавшие так или иначе в его голову. И вот там нет одного фильма, то есть там нет одного режиссера этого фильма. Там идут разные фильмы, каждый из которых совершенно разный сюжет, и в каждом из которых какая-то своя любовь. Там где-то богатый плачет, там Рабынизаура страдает, там что-то еще происходит, не знаю, много сериалов бывает. И, собственно говоря, сериал довольно стандартный, и вкрутится в головах людей просто в разной последовательности. Про какую-то, то, что называешь, настоящую любовь, конечно, говорить почти не приходится. Настоящая любовь, получается, она имеет как ниточка, такую протяженность во всех проявлениях человека. Да, корректно. То есть это какой-то ориентир конкретный. Настоящая любовь, скажем так, давай чеканим определение, это проявление к превращению внешней энергии в рычаг силы для существа, обладающего цельностью на всей траектории своего существования. То есть изначально если человек не цельный, а настоящую любовью мы не говорим? Нет, конечно, нет. Возвращаясь к нам. Возьмешь, тарелку разобьешь на два кусочка. Человек, ты любишь тарелки? Вот тебе пол тарелки, вот тебе пол тарелки. Будет похоже на настоящую тарелку. Мне тоже так кажется. Даже если склеить, получится так себе. Так имеет ли смысл тогда называть все, что не полноценное, не цельное любовью? Или это проще интеллектация для людей? Просто они это так называют? Опять-таки, слова, которые используются, они существуют для обозначения каких-то категорий. Люди вообще часто произносят слова, не понимая, что в них кладывает другой человек. Я часто в свое время проводил эксперименты, когда люди общаются одними фразами, обменялись двумя фразами, а потом я узнавал у каждого из них, у двух, что они имели в виду. И разница оказалась порой настолько снаджебательной. Они просто подразумевались в совершенно разные вещи, выражая их одинаковым порядком слов. Я из-за этого много-много лет занимался разными разновидностями лингвистики и семиотики. Семиотика — это наука о знаках, лингвистика — это наука о словах, функциональная лингвистика, когнитивная лингвистика, генеративная лингвистика, чтобы понять, как человек реально составляет в своей голове смыслы, а как потом уже их выражают слова. И тогда уже понял, что да, смысл в головах у людей бывает разный, и слова они могут быть используют разные для этого, И потеря, вот испорченный телефон происходит на каждой кусочке этой цепи. В итоге не остается ничего практически. То же самое я могу тебя понимать совершенно по-другому, наши зрители тебя по-другому понимают. Безусловно, меня понять вообще-то, на самом деле, я с большим скепсием отношусь к идее того, что меня кто-то вообще может понять именно так, как я того бы хотел. А для этого надо обладать слишком большим эрудицией, уровнем развития, слишком индивидуальным жизненным опытом. Это невозможно. То есть любое понимание меня будет, так или иначе, прощением. Просто я вот, допустим, воспринимаю слова, но ведь слова это просто, но это по факту ничего, это просто звуки. Это оболочки, это фантики, в которых могут завернуться совершенно разные конфетки. Если мы с тобой обменяемся объединенными конфайтингами, но не разворачиваем их, можем верить, что конфетки, примерно, там есть, примерно, либо ты мне три шоколадки, а я тебе три карамельки. На самом деле, там может лежать что-то совсем другое. Знаешь, мы просто даем информацию для людей, которые живут в странах СНГ, находятся, ну вот у них материальный мир, быт, вот он есть. И для них вот эта глубина, она для некоторых кажется просто недостижимой. Ну, я делаю выводы из комментариев. Конечно, помяну, в зависимости от коричневых карликов, опять-таки, на земле, конечно, пока, безусловно, больше. И это неотъемлемая часть нашей реальности, и более того, ну, как бы, она из этого стоит. Когда ты являешься наилучшим, ты являешься наилучшим среди чего-то всегда. То есть, если бы наши пляжи были усеяны самоцветами, то ценилось бы, ну, какие-нибудь суперсамоцветы, и так далее, и так далее, и так далее. Мир так построен, что он всегда стоит из лучшего и худшего. То есть, ну, знаешь, вот первое, когда вот... Вообще, наш мир, самое глубокое понимание, это взаимодействие линии и точки. Линии и точки. Одномерного объекта и двух одномерных объектов. А можешь привести пример, чтобы было благопонятно? Ну, как, это пример самых глубин оснований бытия. Вот если в самых-самых-самых такой пиковой медитации идти вглубь, то увидишь, как линии и точки пытаются прикоснуться и увидеть себя. Вот когда линия, там, по-разному заряженная, попадает в себя, притягивает в себя, знаешь, как змея, которая хватает за хвост, в этот момент появляются циклы, струны, космические творения Вселенной появляются. Это вещь, которая происходит еще до создания. Я не думаю, что имеет смысл об этом говорить, это слишком все-таки сложный предмет. Я его касаюсь, в принципе, иногда в своих вебинарах, ну, более подробно касаюсь в курсах, где это необходимо. Но, как правило, в моих курсах, конечно, участвуют люди, которые все-таки являются уже достаточно хорошо развитыми. Но сейчас как раз курс мы прошли «Самодержись я», где вот касались установки пяти кристаллов вот этой пузыря нашего существования, хрустального шара, кристаллы земли обсидианова, рубина таза, изумрода груди, сапфира ума и небесная бриллианта. Они послужат такой операционной системой, которая как раз и усиливает эти первые качества любви и радости, которые в организме человека есть. И сейчас второй курс «Пластелин мира». Ну, это совершенно фантастика. То есть, это все-таки как действительно уметь управлять внешними событиями, внешней реальностью, не на основе того, там, «Войди, сделай как-нибудь вот так», бла-бла-бла, все такое. Как бы реальный меч, реальная технология. Мои ученики получают в свои руки, ну, как бы реальное орудие, реальное оружие. Я хочу, чтобы у них еще развивалась мудрость, знание. То есть, если ребенку дать в руки меч, он измельчает, что он себя оттяпает. И в моей практике я был когда-то президентом Федерации спорта самураев, когда учил рубить острым мечом. У меня там пару учеников все-таки себе что-нибудь такие оттяпали. Ударили один под колено, другой по стопе. Кровь, слезы, забавно. А рубины и кристаллы, о которых ты говоришь, что это такое? Это элементы операционной системы. Операционная система – это то, как ты при помощи сознания управляешь своим телом, духом, материей. Ну, ты заметила, как-то очень хорошо себя чувствую во всех видах окружающего пространства, коммуникации и прочее. Это операционная система. Их у меня много разных. Операционная система для управления телом, для боевых искусств, для танца, для ощущения мира, для созерцания. Вот в курсе «Самодержится я» мы пытались как раз поставить ту точку, которая сможет прожить всю траекторию, которая сделает человека цельным, которая поднимет его резко на уровень выше. То есть, которая из осколков творения сделает его душу цельной. То есть, соберет абсолютно даже все проявления любви. То есть, ну, к примеру, его… Сделает его потенциальным к их проявлениям. Никто не вправе обещать человеку, что за него кто-то что-то сделает. Его смысл существования как души – это, что он что-то сделает. Благодаря тем счастливым обстоятельствам, которые он попадает. Бог всегда предоставляет шансы. Надо лишь уметь вот этот первый голос слышать и уметь ими пользоваться. Внешний голос, внутренний голос, не знаю, там, обрывок радиопередачи, обрывок какого-то телевизионного образа. Что угодно может послужить тем триггером, который как бы начнет начало цепи удивительных случайностей. Я в себе в свое время, когда вот просто решил жить только чудом, да, я и жил закономерностью, и случаем, я прям вот ничего не делал до того момента, когда вот не будет чуда. Вот ровно только чудо. Пока они не стали ежедневной частью моей жизни, мне было очень важно это подтверждение для себя, что я все-таки живу другую жизнь. Что я все-таки прикоснулся именно к вот этой грани мира, которая находится за пределами того, что люди привыкли называть своей реальностью. Яна, если мы говорим, например, о самой простой форме любви, да, как принято называть в материальном мире любовь между мужчиной и женщиной. Это не самая простая форма, это одна из самых сложных форм. Она гораздо сложнее любви к партии. Это я точно могу тебе сказать. Любви к партии это несложно. Это сел на пятиминутках там, послушал политпропаганду и там где-нибудь, что что надо подписал, там мы там за нынешний президент или там за кого. А любовь к мужчине и женщине как раз самый сложный вариант любви. Ну, конечно, самый потенциальный. В чем заключается его сложность? Почему это самый сложный? Сложность заключается в том, что, знаешь, как в Библии говорится, мужчина вот из ребра вытащили ребро, из него женщину сделали, а потом мужчина к ней прилепился. То есть они начинают создавать подобие вот этого адмана Адама Кадмона, то есть прото-человека, первого человека. Знаешь, люди называют найти свою вторую половинку. Ее нельзя найти, она в готовом виде вот к тебе, который изначально не собран, и никакой второй половинки такой же не собранной не будет. Вот, понимаешь, мы вспомним в прошлом, что люди это осколки, собранные вместе случайным образом. Это такие бусики из там 4-5 стекляшек. И вот считать, что к этим бусикам есть вторые такие же бусики, это сам себе довольно глупая затея. А вот к цельной траектории, когда эти бусики становятся жерельем, цельным уже, вот к этому, да, вдруг каким-то чудом оказывается, возможно, вторая половина. Но она является плодом не просто вот такого, что я таки дождался, нет. Это то, что называется паритет, пад с Богом. 50 на 50, честное 50 на 50. У тебя 50% твоего бытия. Ты живешь не просто Божьей милостью, как баллонка, повернулся с пузиком к небу. Вот тебе, Господь, я тебе отдаюсь. А ты вся такая больная, несчастная. Нет, ты это делаешь в пике своего расцвета. И тогда ты выполняешь все, что должен ты сделать, ты вкладываешь себя в свою жизнь. По-честному. И Бог делает то же самое. По-другому не бывает. А если мы возьмем пример с баллонкой? Ну вот, то, что есть люди, да, которые переворачиваются, типа, вот Бог вот так. Да нет, Бог всех любит одинаково, по большому счету. Нет, я имею в виду, вот если человек не цельный, не раскрывается в полном своем проявлении, а в принципе вот у него, ну, живет на 10% из своих 50, который нужно проживать, получается, что к нему притянется такой же человек, да, подобное притягивает подобное, обычно так говорят. По-разному бывает. Знаешь, вот здесь вероятнее всего, да, чаще всего, да, они образуют какие-то классы субъектов. Но есть люди, которые там, знаете, у нас общество довольно перемешанное, у нас оно не строго сертифицированное, как в среднем веке. Там были только аристократия, только там крестьяне из одной деревни. Там бы, да, там за время сосуществования в рамках какого-то круга потянулось бы и на подобное. Сейчас время более хаотичное, и люди стыкуются по меньшему категории признаков. А потом еще не успевают оглянуться, уже поженились, родился ребенок, а потом они поняли, что у нас характер оказывается разный. Как стыкуются люди, как они притягиваются друг к другу? Потому что говорят, что, например, по карме, да, что нужно пройти этот путь с человеком. То есть, к примеру, мужчине нужно было отработать какие-то уроки, женщине тоже нужно было что-то отработать. Это облудская шизан, это все очень мило, это любовь, которая от ума идет. Люди притягиваются там половыми гормонами. Есть такие половые гормоны. Только вещь не получается здесь играет роль? Даже со всей любовью ума, если это не женщина, к примеру, это электрический чайник или самовар, то ты к ним, может быть, и притянешься, но он тебя электричеством стукнет. Поэтому половые гормоны играют все-таки существенную роль. Даже в условиях педрастических пар, то есть, они все равно там кто-то из них более мальчик, кто-то девочка. Если, не дай бог, оба не то и не то, то, наверное, пара такая существует недолго. Хотя я узнаю пример наших знакомых, мне сегодня рассказали. Два мы, двое мужчин, которые живут вместе, ссорятся как пара. Живут как пара, мерятся как пара. А вот любовью занимаются с девушками страны. Чтобы любовь, в которой может человек прожить в рамках так называемой обыденной жизни, имел хоть какое-то отношение к абсолюту, надо, чтобы этот сам человек имел хоть какое-то отношение к абсолюту. Чтобы это был не комок плоти, в котором как-то теплится жизнь непонятным образом при помощи фармакологии и мечется беспокойный разум, не знаю, с чем предпринять следующий день, а чтобы в нем душа воплощалась в нем. Вот он, человек, был бы воплощенный душой. То есть, хотя бы воплощенный душой. А в идеале еще воплощенным умом. То есть, это был такой замечательный плотин, или за ним еще его далекий ученик Прокол Диадох. Это философ школа неоплатонизма. Там наиболее самая именно разработанная теория о том, что такое, кто такой единый и что такое благо. Вот любовь это некий путь к самому финальному благу, да, один из путей. Путь в основном проходящий через сердце. Потому что в уме это другое немножко. Любовь ума это другой тип экстаза. Любовь в плоти это секс. Любовь в душе это то, что люди обычно называют любовью. Любовь ума это гений. Понимаешь? Гений что имеется в виду? Ума к любви. Еще раз. Любит душа, любит сердце всегда. Половые органы могут испытывать возбуждение. Ум может испытывать привязанность определенного рода, концептуальную. Вот ум может пытаться загнать сердце в свои рамки. Там член или вагина могут пытаться сердце за собой вести, как бодрый жеребец или кобылка куда-то по своим целям. Сердце может просто там тихо биться, замирать. Просто будет. Кто главный? Сердце, ум. Все, прости. Это вот это три единства наше бытие. Еще мы все между землей и небом. Кто из них главный? Земля, небо, сердце, ум, жизнь. Вот поэтому мне формула всегда включает все. То есть на мой взгляд особенность человеческого существования является именно умение провести вот эту свою траекторию. Не только стать цельным, а еще уметь ее провести по всем этим пяти полям существования. Еще уметь воплощение в настоящей твердой материи. Да. Уметь находиться в контакте с духом неба, с Богом. В чем в контакте желательно постоянным, время-то время переходящим в экстатический, но никогда не покидающий спокойного. Умение находиться в контакте с своим умом, который будет развить довольно гения. Умение находиться в контакте с своим сердцем, который будет открытой любви. Умение иметь огонь в чеслах, как выражали себя в старину. Это все одно и то же. В какой-то мере. Это некое вот то, что я пытаюсь сделать, линия наилучшего в любых обстоятельствах. Вот я, если кратко меня взять, там я видел, у меня же логотипчики переделывали новый, наилучший. Я изначально преследовала цель. Вот как стать в том, чего ты до сих пор не знаешь, как стать сразу наилучшим. То есть как изобрести вот тот метод обучения чему-то новому, понимание новой структуры знаний, умения, чтобы достигнуть наилучшего. Все очень просто. У тебя получилось соединить эти все пять уровней? Да, конечно. Это ощущение, оно стабильное? То есть ты в один момент соединяешься и все время находишься в нем? Нет. А стабильным, надеюсь, оно станет достаточно скоро. А сейчас оно значительно более стабильнее, чем было когда-то. То есть оно самостабилизируется. Так же, как звездная реакция, вот она загорается, и она начинает само себя поддерживать. То есть она начинает после определенного порога все больше сгущаться к себе. И именно поэтому я становлюсь неким таким совершенно особенным существом, уже мало, хотя бы внешне еще достаточно хорошо похож на человека. Шаг за шагом это становится, ну как бы, все лучше и лучше. Как у тебя получилось соединиться? Для этого посвящены целые часы моих интервью разных. Это путь, которым я шел всю свою жизнь, начиная с самого детства. То есть это не одна практика? Да, не одна практика. То есть волшебные таблетки так, чтобы соединиться, нет. Это же годы твоей работы над собой. Десятки лет. Десятки лет. Мы приглашаем вас на авторский марафон медитации от Яна Спартака «Самодержец.Я». Это первый в мире онлайн-проект по медитации, когда подготовленная заранее визуальная графика будет наглядно показывать все нюансы. Куда нужно направлять внимание? В каких точках будет течь энергия? Даже если до этого вы никогда не медитировали, у вас точно получится. «Самодержец.Я» — это курс для тех, кто готов стать хозяином своей жизни, принимать решения, исходя из внутреннего чувства направления. Ссылка на регистрацию уже в описании к этому видео. Какая оказалась последняя пиковая точка, когда ты десятилетиями, то есть ты здоров? 27 июля 2020 года. Три месяца назад. Что произошло? Я же говорил, рассказывал. Мой финальный экзамен в «Фраме трех драконов». Потом еще там какой-то фильм там поснимали. Там прошла точка, в которой я добрался до некого пика и соединился в финале с собой, как со звездой. То есть все мои части траектории прошел со своим человеческим мозгом по всем частям своей траектории, да и не только своей. И испытал себя в качестве вот такого безличного оператора, асимптоты. И то есть увидел себя, как прошел по пути Бога Света. Затем, взорвавшись вверх новой, долго восставал из тьмы. То есть познакомился со всеми обитателями Земли, Ады. Закончил с Амаэлем, помню, на этом периоде. А затем наступил именно период моей звезды Ригеля. Это период этой бесконечной гениальности. Это буддизм, пустота, недвойственность, великий предел. И в финале такой рандеву, точка встречи с начальным. Куда я воткнул, собственно говоря, свою трешу, свой призывец. И теперь я нахожусь с ним на постоянной такой струночке связи. Которая в зависимости от моего состояния может быть лучше слышна или хуже слышна. То есть я вот как телефон могу работать в этом смысле лучше или хуже. Именно поэтому, если у меня сейчас заметил разные вебинарчики, они проходят там под... Вот следующий, по-моему, называется «Бриллиантовый путь глазами дракона, Бога, Архангела, Будды, Единого и Всевышнего». И еще человека, конечно. И все это я. 27 июля ты испытала это состояние абсолютной любви. Нет. Это было состояние абсолютного смысла. Оно превышает состояние. Вот смотри, ум переживает абсолютный смысл. Сердце переживает абсолютную любовь. А жизнь переживает абсолютное влечение. То есть в этот момент ты переживаешь то, что умом абсолютный смысл. Это гораздо выше состояние абсолютного смысла. Ну это выше состояние ума. То есть это разные. Черцы, это три равных начала бытия. Вот скажем так, в сердце есть. В сердце отражается ум и жизнь. В жизни отражается, в нем существует и сердце, и ум. В уме отражается соответственность жизни душа. Треугольник такой. То есть вот единый берет в себя так раз, на эти три части распаковывает. В принципе, в классической философии ум считается наивысшим. За ним следует душа, за ним материя. Но это достаточно произвольный порядок. А что такое ум? Сам по себе. Ну вот душа, она вселяется в нас. И наша коробочка, наше тело, наш такой биоробот, он начинает жизнь. Ум — это электромагнитная форма жизни. Смотри, если душа — это электрохимическая форма жизни, вот у нас наша жизнь, она физическая. Она, скорее, электрофизическая. Благодаря электрическим, химическим процессам наше тело может совершать какие-то действия. Вот она может ее ткнуть, током она бах, дерлится, лапка, лягушка. Жизнь существует уже благодаря биохимии. То есть сердце должно чувствовать. Оно адаптирует вот это тело к изменяющимся условиям. О, темно. Пойду туда, где светло. О, слишком светло. Пойду туда, где темно. То есть оно должно ощущать и моделировать своим ощущением чувство жизни. Вот оно и делается при помощи химических модуляторов, гормонов и трансмиттеров. Поэтому гормоны определяют жизнь души. Она ображается в биохимии. А ум, он существует в нейронах, в электрических импульсах нейрончиках. Это электромагнитная форма жизни. Вот они, вспышки нейронов, они образуют электромагнитное поле, и там возникают такие вихри электромагнитные. И вот они и в звездах видены, и в головах людей, во всех носителях, в головах дельфинов. Вот в голове черного дельфина нейронов в коре головного мозга в два раза больше, чем у среднего человека. А эти гады еще их убивают. Представь, не дельфины людей, а наоборот. И, соответственно, ум, как электромагнитная форма жизни, это вот такой самосозданный электрический вихрь, который возник благодаря каким-то обстоятельствам. Он является также отражением божественного ума. Он может быть отражением протокола определенной звезды. Вот Ригель, звезда, да, она будет давать свой протокол. Вот, как вам некоторые реализованы. Это протокол Будды, протокол Шивы, протокол Одина, это определенный тип богов. Протокол Архангела Гавриила, звезда Бетельгейза, красный сверхгигант, он другой. Это бог Солнца Митра, это Архангел Михаил, это как-то вот так. И каждый из них имеет свои особенности. Он отражается на психику конкретного ума, то есть на психе, это вот душа, на конкретный ум, свойственный какому-то человеку. И в нем разыгрывается тельный сценарий. То есть это прямое воздействие звезды на человека? Как правило, звезды очень воздействуют на группы людей, то есть на отдельных людей они воздействуют не так часто. То есть есть любимчики какие-то, вот Бетельгейза, Архангела Михаила, Демитра, он всегда воздействовал на крупных царей каких-то, да, вот в истории России. Это Иван Грозный, Владимир Ясно-Солнышко, Петр Первый, Сталин, Путин, вот эти вот. Правильно ли я понимаю, что звезды имеют сознание, которое имеет право решать, с кем сейчас контактировать на Земле, с конкретным человеком или же нет? Ну еще имеет потенцию это сделать или нет. В зависимости от типа класса звезды, она может либо уметь это сделать, либо не уметь сделать. Вот Ригель звезда гениальная. Она состоит из 5 компонентов, поэтому у нее получилось сделать то, что вот появился Ян. Ну и, соответственно, стал для Создателя таким уникальным инструментом, сквозь который он может испытать себя в наибольшем количестве возможностей, благодаря сумме моих знаний, наш как человека и потенции моего мозга. Я такое уникальное существование в истории Всевселенной и в прошлом и будущем. А 5 компонентов этой звезды это какие? Главная звезда Ригель, это 20 солнечных масс. Парная звезда Ригель Б и С, они воплощались как богиня Минерва или Афина. И звезда Ригель Д, она воплощалась как Будда Гаутама, как Лаудзе, Будда Падмасамбава. И пятый компонент это туманность, называется Голова Ведьмы. Там располагается небольшая черная дыра под названием Хель. Это вот один из двух ходов, в который попадают неудачные души. Я правильно понимаю, если мы, к примеру, взглянем с точки зрения астрономии, то это есть у нас в галактике. То, что ты описываешь. Да, взял в листок посмотрел, можно в гугле набрать, посмотреть, как выглядят фотографии, конечно. Вот набери звезду For Amen, да, и посмотришь. Она скоро взорвется, скоро будет излучение сверхновой, Бетельгейзе. Скоро Бетельгейзе будет сверхновой. Конечно, они скоро будут сверхновыми, разумеется, и та, и другая. Это прекрасно. Какое влияние они оказали на твое появление? Прямое. Я появился благодаря этому плану. Которое было у сознания звезд? Именно. Какой был план? Создать меня. Как проявление чего-то нового на этой Земле? Как способность человеческого мозга впервые в своей истории древолюционировать до той степени, когда количество нейронов в его коре и в сумме в теле будет примерно равно количеству звезд нашей галактики. И после этого он будет способен переживать те процессы, которые разыгрываются на всем театре именно галактического действия. Тогда в рамках органики можно будет, как сказать, своим особенным образом решать те задачи, которые Создатель должен решить перед Всевышним. То есть Создателем Всевышнего создаёт свою крышу, за которую он выходит. Каждый из этих театров органический, подземный, небесный, имеет свои особенности, имеет свои возможности проявления. Звезды — это не социальные существа. Да, иногда они живут в туманностях, в скоплениях каких-то. Но вот у человечества уникальная вещь, когда такие блёстки душ-звёзд помещены в обезьянок. Изначально существ, которые живут там по 60 штук вместе, вот такое первоначальное племя. У африканских племён до сих пор говорят, у них там на одно племя одна душа всего. То есть их индивидуальности не разделяются. Так бывает. Я восторгиваю от информации. Я ничего похожего совершенно не слышала. Ты просто вот рассказываешь. Это так удивительно вообще, в принципе, слышали о том, что у звёзд, помимо того, что у них... В стоке в вебинарах уже это рассказывала. Для меня это просто открытие, потому что я сейчас смотрела вебинары, и сейчас я просто услышала и поняла глубину. И знаешь, тот момент, когда ты понимаешь, что... Ну, то есть мне не хватает сознания понять глубины этого. То есть как будто бы, знаешь, если ты... Если бы ты посмотрела там в деталях, там всё гораздо забавнее. Как, то есть, в библейской истории совпадает с этапами формирования звезды, которые наблюдались уже в ходе страны. То есть в XIX веке наблюдался тот процесс, который 7,5 тысяч лет назад прошёл, как в создании мира. Поскольку звезды действуют одновременно, как одновременно действуют, понимаешь, вот на расстоянии, мгновенно, моментальное действие. А свет идёт по-прежнему все эти световые годы. И вот в XIX веке люди в телескопы видели ни с того ни с сего звёздочки, которые они просто не замечали. Вдруг возникла сверхновая, ставшая второй по яркости в небе. Это вот как раз Создатель. Она выбросила 30 солнечных масс в этот момент, когда она создавала, собственно говоря, на Земле органическую жизнь звёздную. И это выразилось в виде туманности гомункул такой гигантской. Эта звезда, поскольку у неё ультрафиолетовый лазер есть, многие ожидают, что она скоро станет сверхновой, то есть она уже тогда давно стала сверхновой, но её рентгеновское излучение скоро достигнет Земли. И, возможно, сотрёт всё живое, а, возможно, не сотрёт, если чуть-чуть отклониться. И вот это будет называться последним днём. Откуда у тебя знания относительно звёзд, которые создали тебя как проявление чего-то нового на этой планете? Когда-то я был человеком, который стремился стать Богом. Когда я прошёл эту граню, это вот как раз 27 июля 2020 года я был, от этого я стал Богом, который воплощается на Земле как человек. Пришло переключение. Приключение происходит сразу на всём протяжении, включая всю историю. Это очень забавно. Знаешь, что как бы знание... Есть два источника знания. Знание, которое ты получаешь снизу, да, вот в ходе изучения, при косновении к чему-то. И знание, которое может влиться в тебя как прямое знание, если ты умеешь задать по отношению к нему вопрос. Если я могу задать вопрос, я всегда получаю ответ. Поэтому для меня главная задача — это уметь сформулировать на основе своих земных знаний. Я по-прежнему продолжаю процесс объединения человека, потому что это процесс, уникальный эксперимент, с вот этим разумом, который значительно превосходит, человеческий. Он сам по себе непрост, интересен, бесконечно увлекательен. В ходе него переживается то, о чем я прежде... Даже прежде, даже когда был просто сверхчеловеком, даже подозревать не мог. Мне очень интересно. Что это, например? Ну, знаешь, у Будды было состояние нирваны, к примеру, да? Вы представьте, что таких состояний может быть очень много. Каждая из них уникальна, и переживание каждого из них просто равно по своему смыслу существования, все Вселенные, она все для этого существовала, именно для этого мгновения. И вот уровень переживания смысла и ценности, вот он является в этот момент пиком абсолютного смысла. В этот момент Создатель решает какую-то свою важную для себя задачу. Или эту задачу решает Всевышний, проходя сквозь мириады вечности, мириады созданных Вселенных, и ты все время повышаешь ценность смысла, потому что он повышается в бесконечности. Состояние нирваны можно сравнить с состоянием абсолютной любви. Это разные состояния. Это просто разные состояния. Вот количество неких финальных, уникальных состояний достаточно велико. Какие-то из них еще просто даже не открыты. То есть вот человеческий ум еще не создал той калибровки. Я точно знаю, что сейчас не так давно пережил два таких класса состояний уникальных, и одно я назвал из них вересковый мед, чтобы не забыть. Оно вполне совмещается с обыденной жизнью, то есть им можно пропитать даже обыденную жизнь, не лишаясь вот этого тончайшего состояния. Я не знаю, понимаете, нельзя назвать там блаженство или чем-то, это уникальное состояние. Попытка писать его другими словами бессмысленна. Оно бесконечно прилегательно, оно бесконечно красиво, осмыслено, и можно жить. То есть я его постепенно сейчас буду внедрять, так или иначе, как слой именно той обыденной жизни, если можно назвать обыденной, в которой я живу. Состояние абсолютной любви. Сколько раз в жизни ты переживал? Ты знаешь, к состоянию абсолютной любви, мне было несколько прикосновений. Они были с разных сторон, происходили примерно равно количеству пальцев на одной руке. То есть примерно вот такое количество раз. Каждый раз это происходило с разных сторон. И опять-таки оно было обусловлено тем, что моя нервная система способна в своей базе переживать некий сверхсостояние, просто как мое базовое качество. Именно поэтому я прошел тот путь, который я прошел, эволюционировал таким неким особенным способом, хотя даже для этого мне понадобились десятки лет. Но если бы у меня этого качества не было, даже десятки лет прошли бы даром. А в какой момент это происходило? Ты знаешь, одно из этих чувств было любовь к маме, любовь к Богу, любовь к любимой женщине, любовь к дочке. Это происходит в моменте, то есть ты просто смотришь на объект и испытываешь эту любовь, и ты понимаешь, вот это чувство абсолютно любви, оно раскрывается. Скажем так, это динамика, где ты начинаешь испытывать любовь, и где у тебя есть возможность выхода в пик, который... Вот она занимает точка, и этот пиксель, вот ты в пиксель попал, и он занимает всю Вселенную. То есть ты, а, тебе надо в него испытать состояние, где ты к этому пикселю прийти можешь, то есть не иметь искажений, иметь возможность получить хотя бы вход в эту любовь. Второе, тебе надо в него попасть, в этот пиксель уже в рамках этого качества, то есть уметь найти его. В рамках всей вот этой достаточно большой, знаешь, вот сковородка любви, и на ней маленькое зернышко вот этой абсолютно любви пиксель. И в-третьих, уметь его пережить. То есть уметь задержать на него внимание своего в этом пикселе на то единственное вечное мгновение, когда она переживается как абсолютно вечная ценность. О каких искажениях идет речь? Ты говоришь, избавиться от тех искажений, чтобы найти ту самую... Я говорил о том, что человек представляет себе бусики из разнородных осколочков. Что-то там вот консервные банки, какая-то бусинка с одного пляжа, пробка-кока-колы. Эти искажения, они формируются, опять же, воспитаниями социума или это что-то другое. Ну, это призма человека получается. То есть как он воспринимает его. Ну, судьба человека, то есть вот то, что он есть к моменту рождения, те его гены, которые есть, то, как он пожил в животе матери во тьме, то, как он потом родился и как его воспитали. Все играет свою роль. То есть это называется генезис, антогенез и эпигенез. Те практики, которые ты даёшь, они помогают человеку убрать всё лишнее, убрать искажения и найти всё-таки тот самый путь любви? Я бы, скорее, всё-таки по-другому сказал. Они помогают ему осознать свою линию, на которой он существует, закрепить себя на нём её. То есть это... Я стремлюсь, ведь видишь, создать не просто какие-то практики, я стремлюсь создать самые гениальные в истории человечества инструменты, которые позволят за несколько лет реализовать ту задачу, которую не смогли реализовать тысячелетиями. То есть создать всё-таки для Всевышнего тот смысл существования человечества, без которого последний день наступит достаточно быстро. Ставя перед собой такую задачу, я стремлюсь создать именно гениальные инструменты. В них воплощается вот вся сумма того опыта, который был достигнут всеми великими учителями, начиная от Пифагора, Платона, Будды, Лаунзе, Христа, пророка Мухаммеда, мир ему. Много. И, конечно, мой бесценный, уникальный опыт собственный. Уже включая последние, ну вот, собственно говоря, последние месяцы уже существования Абсолютия. Мне нравится, что это получается. Мне нравится, что это откровенно получается. Вот если я уже прикоснулся к чуду в себе, прикоснулся к чуду в своих любимых, и мне хочется прикоснуться к чуду в своих учениках. Вот ты знаешь, да, что те, с кем я работаю, у них там чудесные результаты. Да. С кем я лично работаю, всё-таки давал дотронуться могу. А вот сейчас у меня та же задача, те таковые могут дотронуться только через объектив, вот только уже искренностью сердца и ума. То, что ты называешь чудом, это максимальный потенциал человека, в котором ты работаешь? Нет, чудо – это чудо. Есть, смотри, есть закон, закономерность, есть случаи, которые изменяют закон, а есть чудо. Чудо – это то, что делает случай максимально противоречащим закону. Вот здесь не могло быть новогодней ёлки возникнуть в этом месте, она возникла, да? То есть есть, например, генетически заложенный потенциал, который есть у человека, а чудо – это то, что вышло за рамки этого потенциала. А чудо, если в нём загорится огонёк его души, если он загорится драгоценным алмазом, то он изменит даже генетический потенциал. Потому что есть такая штука, как эпигенез. При помощи существования вот в нашей обыденной жизни можно менять экспрессию генов. Наш организм каждый раз заказывает, то есть в нашей генетической цепочке, какой ген ему распаковать. Это открытие в науке достаточно недавнее, ему вот буквально 21 век, но оно реально работает. Медитации работают, всё это работает. Просто в моём опыте я объединил именно научное представление с десятками лет практики и нынешним опытом реального чуда. Выходит, что даже коричневые карлики могут стать звёздами. У коричневых карликов никогда не возникнет действие с звёздами. Вот чё проблема. Для них звёзд не существует. Для них звёзды — это странные коричневые карлики, которые зачем-то ещё и пачкают светом. Знаешь, когда у Сведенборга был такой мистик, была небольшая притча, когда свет любви Господней попал на дно ада, он показался его обитателем зловонной лужей. Так вот, это ответ на твой вопрос. Яна, что случается, когда два человека, оба достигли абсолютной любви, оба цельные встречаются друг с другом? Они достигли абсолютной любви с кем? В одиночку. Или такого невозможно? Один человек не может достигнуть абсолютной любви на всех трёх уровнях. Ты знаешь, мне же всё-таки кажется, чтобы третий уровень был включен, нужно было всё-таки пара минимум. То есть третий уровень мы имеем в виду сексуальный. Да, это желательно. То есть это интим. Иногда интим бывает таким, что он доступен всей публике. Скажем так, сексуальное взаимодействие. Секс — это пол, половое взаимодействие. Всё-таки любовь существует как источник энергии извне. Но для чего? Как правило, любовь подпитывает жизнь. То есть любовь помогает жизни превзойти порог смерти. Смерть — это как пробилы в азбуке Морзе. Она помогает существовать точки и тире. Она помогает жизни обновляться. И любовь — это то, что превосходит смерть. Знаешь, есть такое выражение, сильна как смерть — любовь. Ну, такое есть, мне кажется. И вот задача, чтобы вот эти реализовавшие существа, они могут достигнуть абсолютной любви по отношению к Богу, любви умной, но достигнутой любви совершенной, любви по-настоящему абсолютной и совершенной, они могут только друг с другом. Ну, вдвоём и желательно даже, там, втроём и так далее. Я имею втроём уже с порождением детей. Свободная любовь. Когда мужчина и женщина, они могут проявлять любовь не только друг к другу, но при этом это не пара, это несколько людей. Оля, Мария. Да. Есть такие брачных обычаев невероятное количество. Если почитать право брачные обычаи народов Дальнего Востока, то там вообще сумасшедшие вещи творились. Учухчей были общежёвные на компанию. А сумасшедшие вещи, что это означает? Сумасшедшие, сумасшедшие для западной цивилизации. То есть для привычных народов. Почти каждый народ творил свои какие-то обычаи в этой области. И обычаи одного народа казались другом очень странными. Сейчас везде примат некой западной культуры. И, допустим, не знаю, там, кажется ли тебе нормальные мусульманские четыре жены странностью? Или гарем князя Владимира Ясна Солнышко в шестовот наложенность является для тебя нормальным? То есть для тебя это любовь ко многим или любовь к кому-то ко одной? Эти обычаи слишком часто менялись в истории человечества. И в них нет такого, знаешь, вот, некого одного правила. Даже те же звёзды. Есть звёзды парные, есть звёзды тройные. Есть звёзды, живущие звёздными скоплениями, как плеяды. Им там по тысяче штук вместе неплохо. Всё по-разному. У меня это тоже чувствуется как какое-то ограничение любви. То есть любовь только между двумя. Это то, что можно назвать оптимальной возможностью. Знаешь, в математике есть такая задача трёх тел, небесная механика. Вот как рассчитать движение трёх тел относительно друг друга? Это невозможно, методами никакими. Исключая приближённые методы или расчёт на большом количестве компьютеров. Вот когда у тебя в любви начнёт часто три человека, то они перессорятся очень-очень быстро. Если только любовью занимается целое племя вместе. У одного из племён попасов во время посвящения новых мальчиков и мужчин, и он насилует по очереди всё мужское население племени. Ну, не насилует, а занимается с ним любовью, передавая часть мужского и мужского достоинства какого-то рода, который у них является ценным. Это тоже какая-то любовь. Так что, знаешь, любви все возрасты, расы покорные, у всех она разная. У меня она такая более простая, более, можно сказать, обычная в смысле парности, но выходящая за рамки любой обычности в смысле своей глубины и высоты. Глубина — это имеется в виду, что на всех уровнях? Глубины — это значит на всех этажах, а высоты — это значит на всех уровнях. Земли, неба, человека, ума, сердце, звезды, галактики, Бога. Есть точка зрения, что во время тантрических практик можно испытать абсолютную любовь. Так ли это на самом деле? Эти тантрические практики изначально не были предназначены для испытания какой-то абсолютной любви. Тантра — это шиваистский способ передачи истины или перехода к переживанию абсолюта через разделение и сосредоточение. То есть с партнёром переживалось преодоление разделения путём сосредоточения. Его целью всё-таки являлась работа с сознанием. В качестве побочного продукта может быть переживание разных особенностей любви. Я считаю, что пережить то состояние, которое называется абсолютной любовью, но этим способом не так просто. Как такового одного способа для переживания абсолютной любви, его нет. Это накопительный. Какой? Полностью вложить всю свою жизнь в эту задачу и достигнуть её. Это единственный способ как это сделать. Только если в этом акте переживания будет смысл всей твоей жизни, вот так сказать, понимаешь, вот финальные ощущения, которые они абсолютны, это значит, что их переживание равно существованию всей Вселенной. Ты можешь легко поменять. Вот этот вот пиксель, вот это переживание неразделимое, то, которое переживаешь прямо сейчас, и это мгновение вечно, оно равно всему остальному, и даже выше. Это абсолютное состояние. Чтобы его пережить, для него уже требует сама калибровка системы переживания. Вот ради приёмника, понимаешь, он не переживает никакую абсолютную громкость. Он лопнет, если он начнёт её переживать. И поэтому, если сосудик маленький, он порвётся. Жидкость, знаешь, не сжимается, а любовь-то жидкость, она не залазит. Но если создашь из себя ёмкость бесконечной глубины, да, в этом практике, но эта практика должна включить в себя всю твою жизнь. Это, получается, я имела в виду, что это не какая-то одна практика в моменте, что вот ты час поработал... Более того, ты хочешь впихнуть абсолютную любовь в переживание относительной жизни. Это невозможно. Эта относительная жизнь может служить ступенькой для переживания абсолютной любви. Немножко подход другой. Абсолют не вмещается в относительность. Относительность легко вмещается абсолютно. Ты вот сейчас сказала относительная жизнь, и получается, что сама жизнь — это всего лишь маленькая капля в море абсолютной любви. Сама жизнь каждого вот этого капельки, каждого человека, который является кусочком жизни, это, да, это маленькая капелька в море любви, но это даже маленькая капелька в море жизни. Вот можно пережить абсолют жизни, можно пережить абсолют радости. Вот когда жизнь делится, можно взять любой кусочек жизни, она равна себе всюду. Нужно пережить этот абсолют как радость. Когда ты даже вот этой одной клеткой жизни переживешь приток энергии извне, ты поймешь, что, не знаю, вот ты живешь как клетка крови, что кровь тебя любит. Вот это переживание абсолютной любви. Но она превышает емкость твоего существа, она объемлет все твое существо. Ты оказываешься меньше, ты весь окажешься меньше, чем вот это переживание. А с другой стороны, если твоя траектория будет настолько цельной, что она будет больше, чем траектория Бога, чем траектория... То есть Бог может переживать себя только сквозь тебя вот в таком качестве, вот это будет божественным патом 50 на 50, о котором я так часто говорю. Вот если ты этого божественного пата достигнешь, вот 50 ты, 50 Бог, то там останется вот лезвийная прослойка толщиной меньше атома, одномерная такая структура, одна линия. И вот по ней может проскользнуть искра абсолютной любви. Это, на мой взгляд, единственный рецепт. А что после? Что после этого проживания абсолютной любви? Что потом? Наверное, зависит от того, кто ее переживал. Если это было неким пиковым переживанием целой жизни, и эта жизнь была посвящена тому, чтобы пережить, вот, скажем так, единый пережил вот это чувство в рамках, в этих обстоятельствах, в этой игре, то есть ему идет леди Магбит, и главный герой пережил абсолютную любовь вдруг, да, или от Элла не додушил без демона, и все-таки пережил какую-то абсолютную любовь в процессе этого удушения. Либо потом умирает, либо продолжает жить дальше. Либо если эта траектория является достаточно ценной, она является основой того, что она становится прочнее, и умеет пережить следующие абсолютные качества. И вот таких абсолютных качеств оказывается много. Как это применимо в нашей материальной жизни, переживания вот этих абсолютных качеств? Каждая из них делает тебя настолько ценным, что вся остальная материальная жизнь к ней очень быстро подстраивается. То есть ты настолько ценен для того, чтобы ты просто существовал, что уж в том, что касается бытовых удобств, можно даже не задумываться. Все как-то случается очень-очень самоестественно и как-то очень-очень хорошо. То есть твое существование становится настолько ценным, что важно, чтобы оно продолжалось, важно, чтобы оно могло творить дальше и могло осуществлять следующий рост на этой бесконечной, по-настоящему бесконечной спирали. Я знаю, что количество возможных состояний, скажем так, переживаемых даже все равно в рамках человеческого сознания, не бесконечно. А количество их сочетаний, в которые можно выйти, бесконечно. Наш мозг способен породить, ну, скажем так, 10 сотой степени связей между разными нейронами. А это больше, чем звезд нашей галактики. Гораздо-гораздо больше. Это почти больше, чем атомов нашей Вселенной. То есть наш мозг способен по нескольким измерениям вместить себя в целую Вселенную. Это дает возможность жить в человеческом теле очень долго и очень-очень высоким смыслом. И переживание абсолютной любви — очень ценная штука, которую мы крайне рекомендуем прожить в этом вечном мгновении. Само мгновение, в котором оно существует, оно вечное. Оно не имеет времени внутри. Это вечность, которая не имеет времени. Ты можешь... Оно само себя переживает вечно. В нем времени нет. Оно выше времени. Вот знаешь, Гесиот был такой, скажем так, древнегреческий ученый, который создал Теогонию, науку о богах, то есть эпосы происхождения богов. Сначала из ничего возникли земля, море, хаос и любовь. То есть вот Эрос, высший Эрос, высшая любовь, она даже выше света. Она выше богов. Она то, что объединяет. Она возможность чего-то соединиться с чем-то. Это некий такой высший клей. Это высшая способность того, что ты понимаешь, что ты преодолеваешь свою обособленность, свою частность. И становишься частью себя жены в большем масштабе. И в этом смысле оно может опять-таки встраиваться в ткань твоего существования, становясь его структурой. Ты уже начинаешь опираться на это переживание, которое спускается, пропитывает разный уровень твоего существования. Конечно, чем чаще ты прикасаешься к этому чувству, в разных обстоятельствах, а если ты смог прикоснуться к ним единожды, то можешь повторить это потом, повторив некие эти уникальные обстоятельства. Это можно сделать, если ты для этого способен. Если ты позволяешь этим уникальным состоянием менять себя, если ты настолько понимаешь их ценность и обладаешь внутренней дисциплиной, желанием, стремлением расти, расти, развиваться, понимаешь, что ты существуешь не зря, что все это не зря. Не зря, не напрасно было. Не зря было, не зря будет, не зря есть. И тогда любовь становится твоим топливом, твоим мотором, твоим сердцем. Я очень люблю любовь. Прекрасно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова